Деяние 4.12 Если мы не спасемся, то мы попадем в ад. От чего мы спасаемся? От вечных мучений, которые Бог обещал людям, согрешившим против Его заповедей. Адам и Ева согрешили. И мы теперь все умираем. Но не просто умираем, а наша душа идет после смерти либо в ад, либо в рай. Человек состоит из души и тела. Ну, не совсем. Ну, ладно. Человек состоит как бы из белков. Он когда умирает, у него нет души. То есть, в моменте мы не попадем в рай или в ад. Ну, как нет душа? Если есть душевно больные люди, а вы говорите нет души. Ну, это так, типа термин. Ну, а что у них тогда болит, если не душа? У матери вот твой... Не с головой, блядь, не лады. Не матерись, пожалуйста. С головой не лады, да? Прости, господи, блядь, господи. Да, грешной, это грех материться. Я знаю, наверное. Вот. Ну, когда... Почему мат же это грех, да? Ну, да. Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. А мат он никакой благодати слушающим не доставляет. Слушай, мат же это просто слова такие же, только от других народов. Это скверные слова. Мы просто придумали то, что они скверные. Нет. Ну, смотри, смотри. Мат это от слова мать. Мы ругаемся о мать. А мать это она жизнь дала. Мы говорим, я спал с твоей матерью. Это матерок. То есть, это оскорбление, унижение. Это оскорбление чувств верующих. Основная беда России, что забыли Бога, забыли Библию, не живут по его заповедям, по заповедям Божьим. А по каким именно заповедям? Какого завета? Ветхого или нового? И ветхого, и нового. Если бы не было бы ветхого завета, то не был автор этих двух заветов Господь Бог. Что-то из ветхого сохранилось, мы должны соблюдать. Что-то утратилось. Сейчас мы живем в новом завете, конечно. В новом завете Господа Иисуса Христа. Новый завет в его крови. Он умер за нас. Нет предположения, почему люди перестали верить в Бога всерьез? А, почему перестали верить? Да они всегда не верили. Всегда были верующие и неверующие. Всегда. А сейчас там стало больше неверующих, чем верующих. Да, об этом Библия пророчествует. Последние времена во многих охладеет любовь. Есть такое. Это говорит о том, что мы живем в последние времена. Перед вторым пришествием Иисуса Христа. Перед его пришествием придет Антихрист. Будет править три года. Будет одно государство на всем земном шаре. К чему стремятся глобалисты. Сеет хаос везде. Будет Россия на всем шаре. Почему обязательно Россия? Ну, хотя... Ну, как бы идет к этому. Да, к этому идет. Да, Москва, Третий Рим. Никто не называл себя Третьим Римом. То есть империя. Никто на это не посягал. Только город Москва. И она, согласно пророческим писаниям, будет сожжена. И северные народы пойдут на Израиль. А северные народы, это, ну, скорее всего, Россия. Пойдут на Израиль. Будет война. Третья мировая. Война-то в Израиле, господи, 8 миллионов населения. Там каждый четвертый русский. Ну, тем не менее, так написано. Будет война. Да, господи, кто это написал? Люди. Это Библия написала. Нет, вот в самой Библии написано, кто написал Библию. Библию написали святые божьи человеки, будучи движимы духом святым. То есть, непростые люди. Святые божьи человеки, будучи движимы духом святым. А вы не определились, что они именно святые? Да, Библия определила. Библия это слово Божие. Слово Божие так говорит. Они святые люди. И дух святой ими двигал их, ими рукой они записывали. Это свидетельство того, что Библия, она неизменно не меняется. Любая книга, ее можно перетолковать, а Библию переписать и испортить. А Библия не это единственная книга, которая на протяжении тысячелетий сохраняется в неизменном виде. Но был же Ветхий Завет и Новый Завет. Переписанная же, считай, Библия? Нет. Она не переписана. То есть, ну смотри, Иисус Христос пришел. До Иисуса Христа был Ветхий Завет. После Иисуса Христа Новый Завет. Она не переписывалась. Она не исправлялась. Она дополнялась. Иисус Христос только объяснил, как нужно исполнять Ветхий Завет. Ветхий Завет никто исполнить не мог. Вот как можно проверить, если Бог на самом деле или его нет? Проверить невозможно. Тут без веры угодить Богу невозможно. Если веры в это нет, то ничего и нет. Проверить невозможно. Поэтому все верой постигается. А почему ты веришь в Бога? Почему я верю в Бога? Потому что я читал Библию и был неверующим и стал верующим. Я сравниваю мою жизнь безбожную и в Боге. Я уверовал и ничуть не жалею. Почему я уверовал? И как она изменилась? Да в лучшую сторону она изменилась. Я перестал грешить. Перестал вести жизнь, за которую стыдно мне сейчас. Тебе бывает иногда стыдно? У тебя бывают такие моменты, что сделал что-то нехорошее и совесть тебя мучает. У меня были такие моменты. И у каждого человека бывают такие моменты. Душа не на месте. Если отрицать душу, ну человек бессовестный, у него нету совести, ну тогда что с ним разговаривать. А совесть это тот участок души, через который слышится голос Божий. Он в тихом веянии ветра. Он подсказывает, ты не прав. И одна мысль тебя то осуждает, то оправдывает, то осуждает, то оправдывает. А как ты давно стал верить в Бога? Когда ты прочитал Библию? Я принял крещение в 2005 году. В 2003 году я стал ходить на занятия по изучению Библии. Сейчас я сам эти занятия провожу в Скайпе. Мне очень нравится, Слово Божие. Люди меняются, меняют кардинально свою жизнь. Благодарят Скайп, мой Пупков Сергей один. Да. Что? Ты это за деньги делаешь? Нет, я это делаю совершенно бесплатно. Веря в то, что в загробной жизни Господь мне воздаст за мои труды. Я это по любви ко Христу, моему Богу, делаю, который умер за мои грехи и воскрес. То есть я должен быть за эти безобразия, которые творил на земле, убит. Убитый. Мне кажется, что ты просто себя тешишь надеждами, что в загробном мире ты будешь жить лучше, чем сейчас. Не лучше, чем сейчас. Я буду жить вечно. Я и сейчас хорошо живу. А какой смысл вечной жизни, скажи? Это же скучно. Жить вечно. Ну иди и застрелись, раз тебе скучно. Нет, мне не скучно. У меня очень определенные... Ты же не застреливаешься, понимаешь? Какой смысл, да? Тут смысл, а не смысл. Тут, понимаешь, Бог, Он вечен. Вот многие спорят, там, вот эволюция была, там, миллиарды, миллисиксиллиарды лет, сколько земле. Там, динозавры, там, как все это развивалось. Человек произошел от обезьян. Там всякие, много же теорий в школе преподают. Да, много теорий. Ну, ты, у тебя же есть разум, да? Самая правдоподобная теория, это что Творец сотворил этот мир. Он гармоничный, он разумный. Это не правда подобное. Ну, лично для меня. Вот. Ты лично в это не веришь. Ты веришь, что твоя прапрабабушка была обезьяной и прапрадедушкой, да? Может быть. Может быть, да. Ну, а почему? А еще и такая теория очень интересная. Знаешь, что нас занесли более развитые цивилизации в нашей вселенной. Мы как будто, типа, как в инкубаторе, а на нами, типа, наблюдают, что мы там творим. То есть, мы некоторые такие зверюшки, которых нас размножают, и, как бы, некоторые испытания проводят, типа. Ты не зверюшка, ты человек, который создан по образу и подобию Божию. У тебя разум дан, в отличие от зверя, понимаешь? Ладно. Зверь, он бессловесное животное. Урок, как ты в скайпе с людьми проводишь, типа, по Библии. Что-что? Потому что, можешь провести мне такой урок? Ну, ты вот говорил, что ты в скайпе какие-то уроки даешь по Библии, типа. Да, он через полтора часа начнется. Записывай мой скайп, присоединяйся. Я через полтора часа буду. Я не могу индивидуально заниматься. С каждым. А что ты делаешь на этих занятиях? Как ты учишь людей? Я читаю Библию. Там дается толкование. Был такой блаженный феофилакт, болгарский архиепископ, живший в 11 веке. Был Златоуст, учитель церкви, который жил в 4 веке. И они оставили нам толкование священного писания. Я читаю священное писание, читаю толкование, потом спрашиваю, есть ли у кого какие-то вопросы по прочитанному. Если и после этого непонятно, мы растолковываем дальше. И человек, который читает Слово Божие, душа его напитывается правильными мыслями. И он в жизни поступает правильно. Ну а неужели человек без Бога не может поступать неправильно? Вот допустим, человек неверующий, что он обязательно поступает неправильно в жизни? То есть тут даже дело же не в Боге, а в человеческой морали. Не обязательно же верить в Бога, чтобы поступать хорошо и быть человеком. Ну а мораль, откуда она появилась? Вся мораль появилась из Библии, из религиозных книг, из духовных книг. Амораль. Мораль. Есть люди моральные и аморальные, которые поступают не морально. Амораль, она из Библии. 10 заповедей, они все моральные. Заповеди любви к ближнему. Если ты любишь... Ну смотри, я вот в этом плане вообще безграмотный и не знаю ни одной заповеди. Но я не поступаю типа аморально. Да поступать не знаю заповедей. Много людей, которые даже не знают, что такое Библия. Ну, значит, у них заповеди написаны в сердцах. Об этом же Библия говорит. Да. В сердцах. Ну тебе кто-то же подсказывает, как поступить. Ну вот смотри, подожди. Ты говоришь, я не поступаю аморально. Ты не знаешь меня. Я взрослый человек, который гожусь тебе в отцы. Ты при своем отце матюкаешься? А че? Бывает. Бывает. А он как на это реальность? Ну не так сильно. Ну не так сильно, да. Не трехэтажными, да? Так, двухэтажными, да? И со мной не трехэтажными. И со мной не трехэтажными. Ну ты же понимаешь, что это нехорошо, это аморально. Что-то же тебе подсказывает. Ну вот ты сейчас зазевал. Общаясь с тобой, если честно, немножко все равно на этом морали. Но общаясь с отцом, конечно, это тебя. Ну так вот. С одними ты так, а с другими так. А с мамой по-другому. В школе ты так себя ведешь, потому что там учитель. Ты от него зависишь, а на улице по-другому. За глаза. Это же аморально. Это же нехорошо, не по совести. Не по совести. Все равно у тебя подсказывает твоя совесть, что что-то ты делаешь так, а что не так. А бывают люди сожженные в совести, бессовестные. Вот для них Бог оставил эту книгу, Библия. Вот заглянив туда, это как в зеркало, и посмотри, какой ты гад. Вот я эту книгу начал читать, я увидел, какой я гад. И стал исправляться. А если ты думаешь, что ты белый и пушистый, и матюкаешься со взрослыми при этом, ну ты не прав. Ну возможно же я не прав, но я не боюсь этого, потому что я не верю в Бога, и не боюсь ада. Ну, вне зависимости, боишься ты ада или не боишься, ты туда попадешь. Я тебе уже сказал, и ты уже не отвертишься. Если не покаешься, я, у меня есть все шансы туда не попасть. Почему? Потому что я нахожусь в церкви Христовой. Я верю, что за мои грехи умер Христос. Он на страшном суде будет моим адвокатом. Я в это верю, ты в это не веришь, у тебя никакой защиты нет. Господь говорит, не я буду судить вас, слово, которое я сказал, оно будет судить вас в последний день. Христос. Который распятый воскрес. Ты веришь, что он воскрес? Я вообще не верю, что он... Что он даже существовал, да? И ты не веришь, что сейчас 2000... Ты знаешь, что был такой человек когда-то. Человек, да. А ты веришь, что сейчас 2020 год от Рождества Христова? Ну да, вот что, 2020 лет назад распяли на Христе. Да, да. Но, а если его не распинали на Христе, почему тогда мы... Летоисчисление-то от какого-то человека земного видят. Почему не от Магомета, например? Мусульмане, миллиард мусульман верят. Почему у нас не 2020 год от Рождества Магомета, а от Рождества Христа не задумывался? Я не верю в то, что человек может быть какой-то сверхсилой. Человеку... Я считаю лично то, что ему не дано быть чем-то выше, чем просто человеку. То есть ему не дано... Правильно ты считаешь. Это ты правильно считаешь. Он может быть Богом, потому что он был обычным человеком. Он не обычный человек, он человека Бог. Он Бог, пришедший во плоти. То есть, чтобы мы с тобой его увидели, невидимый Бог от Девы Марии воплотился в человека. От Духа Святого. Мы Дух Святой не видим, но мы его ощущаем. Знаешь такого человека Жан Фреско? Слышал, но не знаю. Ну, в общем, это архитектор, ученый. Ну, во всех сферах он разбирается во многих. Химия, биология и так далее. И он провел интересную теорию, он, короче, у него был ролик, он умер где-то года два, наверное, в возрасте 80 лет. И он выпустил ролик тогда, как он показывал своим детям то, что Бога не существует. В общем, он провел некоторые эксперименты. Он взял цветок, типа, в дыршке. А, вспомнил, видел, да. И вы, говорит, дети молитесь, молитесь, да, дети молились, а цветок завял. Ну, и что это говорит? Это говорит о том, что дети неверующие. Они не верили в Бога. Нет, наоборот. Он говорил, что мои дети верили в Бога. Но я хотел это дело им, как бы, доказать то, что его нет. То есть его дети были неверующие. Как, подожди, как, если он сам неверующий, его дети были верующие? Это были не его дети. Это ложный эксперимент. Это провокация. Это хулана Духа Святого. А почему бы, вернее, то есть, вот смотри, вот мои родители, допустим, верующие. Я неверующий, да? Или, так же, может быть, и наоборот, мои родители неверующие, а я, может быть, верю в Бога. Это же не зависит от твоих родителей, веришь в Бога или нет. Поэтому его дети вполне могли быть верующими. По-настоящему. Так, подожди, сейчас кто-то меня звалит. Кто там? 100 грамм. Ой, попросите у кого-то другого. У меня конференция идет. Так, еще вопрос. Ну, да, родители у тебя верующие, ты неверующий. Вера по наследству не передается. Понятно, это я с этим не спорю. А при чем здесь то, что Жан-Фреско не верующий, а его дети верующие? Ну, ты говоришь, что... А, а, а. Нет, ну, там было много детей. Это что, были его все дети, и все, он говорит, все дети верующие? У него три ребенка. У него три ребенка. Да там не три ребенка было на этом самом... Нет, три ребенка. Три было? Да, у него три ребенка. И все три верующие оказались. И все три оказались верующими. И он им убедил, что Бога нет таким образом, да? Да. И они разуверились. Этого я не знаю. Но по его словам, может быть, внутри они еще до сих пор верят. Ну, так и вот. То есть он хотел этим экспериментом доказать, ну... Что, да, там есть белки, да есть много других чудес, доказывающих обратное. Ну, например. Нет, ну вот конкретный эксперимент, я думаю, хороший и как бы основанный. То есть он, ну... Не глухой. Что может доказать существование Бога? Какое событие? Коронавирус? Да в то, что в него верят миллионы людей. И это разве не доказывает то, что мы... Ну, коронавирус. Ну, ты начни читать Библию. Ты пока ее не начнешь читать, ты не уверуешь, конечно. Я не хочу читать, потому что я... Для меня вера, это, знаешь, некоторый такой механизм управления людьми. Ну, это нам так коммунисты оставили. То есть, вот почему коммунисты боролись с тем, что Бога нет. Почему они всем доказывали, что Бога нет. Для чего они это делали? Вот они как раз это делали для того, чтобы манипулировать людьми. Чтобы убивать людей. Чтобы они сгоняли их в колхозы. Сталин хотел построить все заводы, чтобы на него потрачили. При этом он всем говорил, что... И Ленин говорил, что Бога нет. Вот. А когда я говорю, что Бог есть, я даю свободу тебе. Свободу грешить. И свободу не грешить. А у тебя нет этой свободы. Ты всегда будешь грешить. Понимаешь? Ты всегда будешь делать. Потому что Бога нет. Ты всегда будешь поступать бессовестно. Почему всегда нет? Ну а смысл тебе какой по совести поступать, если Бога нет? Просто чтобы было уважение людей. Из-за уважения людей? Ну, ты хочешь, чтобы я тебя уважал. Ты при мне матюкаешься. Ну и где я? Я в последний раз при тебе матернулся, Господи. Я не могу пара. Ну ладно. Ну ты же дальше будешь продолжать тоже это самое. Ты хочешь, чтобы люди тебя уважали. И ты относись уважительно к людям. И все. Но я же тебя отможусь с уважением. Скажу. Ну. С уважением. Привет. Добрый день. Добрый. Сейчас погромче сделаю. Добрый, добрый. Я православный христианин. Проповедую в чатру летки Иисуса Христа. Православную веру. Это дело хорошее. Особенно воскресенье. В храме были сегодня? Конечно, было сегодня в храме. А я вот согрешил не был. Вчера до двух часов ночи компьютер у меня появился новый. Сейчас покажу. Для работы поступил в университет и вчера до двух часов ночи посидел, погудел, поучился немного и проснулся уже без пятнадцати. Думаю, блин, ладно, вечером скажу. Но помолился. Вы верующий, да? Редко встретишь верующего человека в чатру летки. Обычно какие-то много мусульман встречаешься. Ой, вчера, кстати, я что-то зашел на минутку. Мусульмана встретил одного. Он такой добрый был на позитиве. Ну, мы не за веру. И так часто он увидел меня. Поулыбался. Я говорю, ладно, давай, спокойной ночи. А вы православный, да? Да, да, конечно. Женатый? Нет, еще чуть-чуть попозже. Девушка помоложе меня еще боится всего этого. Ой, знаете, я вам сейчас могу историю рассказать. Недавно приехали с Парижа. И в Париже были, и в Праге были, в Чехии. Там храмы. Что интересно, называется не храмы, а костлы. Вот. Они все католические, но есть там один... Как называется-то? Я забыл это слово. Совмещение католическое и... Уния. Да, уния. Вот. Вот. А он принадлежит Папа Римскому. Но там так... Я вам честно скажу. Вот что... Что... А продаж там нигде нет. Не смог я купить. У меня друг тоже в церкви познакомились. Дмитрий зовут. Хороший человек. Вот. Хотел ему привезти какой-нибудь сувенир из церкви. Ну, икону. Вот. Ничего не продают. Нигде. В четырех странах были. Нигде ничего не продают. Да слава тебе, Господи. Я против торговли в храме. Потому что нам Святая Библия говорит, что Христос выгнал торгующих и покупающих из храма. Ничего в храмах больше не покупай. Это грех. Я, кстати, по поводу этого тоже немножечко там согрешил. Вот. Я так же думал изначально. А вот друг у меня, Дмитрий. У него жена, Катя, работает в храме. Она продает свечки, не свечки. Она говорит раньше, почему Иисус Христос сказал, никогда не продающих и покупающих изгоняйте хуже всех они. Вот. Раньше, потому что в церкви, еще когда Иисус Христос ходил по земле, это как мне объясняли, раньше там продавали все. И из-за того, что это было место, ну, какой-то определенной силы подкрепления, я имею в виду политической силы, вот. Там они продавали все. И голубей продавали. А Иисус Христос сказал, что это вы, ну, вы хуже разбойников. И кто покупает там? Нужно это храм Бога и нужно там молиться. А сейчас, как мне объяснили, я тоже как бы думал так. А потом мне Дима сказал, что да ладно тебе, брат, там у меня жена продает свечки, не свечки. Все это реально идет не на покупку там каких-то Мерседесов, а реально еле-еле хватает. Но она не первый год работает в главном храме Ростова-на-Дону, вот, в соборе. Я в Ростове живу. И еле-еле хватает, правда, вот этих денег для того, чтобы там в школе детей обучать, которые у них с прихожанами реально. Поэтому я как-то к этому отношусь. Ну, понятно. Смотрите, наш же Бог будет, коли вы верующие, судить по слову своему. Вот. Если он сказал торговля в храме ему не угодно, значит, и не нужно этого делать. И не важно, там чем, там свечками торгуют или голубями, смысл-то один и тот же. Голубей приносили в жертву Богу. И свечки мы приносим в жертву Богу. Мы же за них деньги платим. То, что там денег хватает, там, еле-еле на содержание храма, там, на зарплату этим священникам. Бог для этого установил святую десятину. Если вы Ветхий Завет читали, там было леви на колено, и левиты, было 12 колен израилевых, левиты были поставлены на то, чтобы обучать народ боговедению. То есть, заниматься Словом Божиим, читали там заповеди. Вот. И эти левиты, они не работали. И остальные 11 колен обязаны были их содержать. Я не читал, я только Новый Завет читал. Вот. Но даже и в Новом Завете упоминается о Десятине. И там говорится то, что вам говорили Ветхозаветние Учителя, исполняйте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят, но не делают. Поэтому Десятина, она сохранилась и в Новом Завете. Я, у нас община православная в Барнауле, каждый отдает десятую часть от своего природка. У нас свечи не продаются в храме, нет торговли. Вот, милостью Божией, у нас так установлено. И епископ у нас попался нам, Евтихий Курочкин. Совершенно не сраболюбивый, нет никаких поборов. То, что там деньги, там еле хватает. Но если денег еле хватает, почему тогда священники на Мерседесах? Откуда? Они же нигде не работают. Мы их содержим. Они могли бы поскромнее, как говорится, себя вести. Очень много нареканий в этом плане. Я не понимаю, если интернет у нас такой открытый, если столько нареканий, зачем они берут эти Мерседесы? Явная пропаганда какая-то. Мне вот это, если честно, не очень нравится. Это не пропаганда, это соблан. То есть, если вы знаете, что люди из-за этого ропщат, ну, пересядьте вы на более дешевые машины, товарищи священники. Ну, это сребролюбие, это их, как говорится, их грех. Им перед Богом отвечают за этот грех. Нам главное им не завидовать. Не-не-не-не-не. Вот и все. Поэтому, ну, здесь нарушается, я считаю, при торговле, где нет десятины, заповедь Божия. Она еще называется Симония. Был Симон Волхву, это в Новом Завете, если вы Новый Завет читали, который видел, что через возложение рук передается Дух Святой. И он хотел этот Дух Святой купить. И он предлагал апостолам деньги. Этот грех у нас называется Симония, когда батюшки проводят платные требы. Берут плату за крещение, там, еще за что-то там, или за что-то. Алло. Здравствуй, я занят, я вам перезвоню, извините, пожалуйста. Да вы на меня-то не отвлекались бы, вдруг там поважнее, чем я. Да, в воскресный день это по работе, я в воскресенье не работаю. Поэтому, поэтому вы для меня важнее. Поговорить с верующим человеком в воскресный день, это гораздо важнее, чем какие-то там другие дела. А я вот с вами говорю, и мне прямо сейчас хочется одеться после разговора, и пойти, наверное, все-таки в храм. То есть, с утра пропустил... Совесть, да, говорит. Это хорошо, что... Слава Богу. Слава Богу. А вы давно верующий? Ой, я с детства, я с детства. Я помню, я еще... Вот, я свои первые упоминания о молитве, ну, не отче наш, потому что отче наш я начал учить с пятого класса. Я в казачьей гимназии учился. Но первые упоминания о Боге у меня были не в самом детстве, а это первый и второй класс. Я помню то, что я за партой сидел вот так вот. Пожалуйста, пожалуйста, хоть бы... Ну, я не... Ну, это хорошие были слова. Это были хорошие слова, и я помню то, что я просил, и у меня всегда получал. Молился, ты когда не выучил урок, и молился, чтобы учитель тебя не вызвал к доске, чтобы двойка не получить, да? Нет, я учился хорошо, я выучил. Ну, я шучу, конечно. Помоги мне. Я не помню даже, ну, я не знал. Просто есть такой, типа, анекдот. Вор украл там что-то и убегает. И милиционер увидел его, и его догоняет. И оба молятся. Тот молится, Господи, сделай так, чтобы он меня не догнал. А милиционер молится, Господи, сделай так, чтобы я его догнал. Как чью молитву Бог услышит? Оба верующие, оба молятся. Но один вор, а Господь говорит, не укради. И другой, получается, защитник этих заповедей Божьих. Этих воров ловит и приводит их к покаянию, чтобы они получили реальный срок и успели покаяться. Лучше, чтобы они здесь получили наказание, чем вор пошли. Подскажите, пожалуйста, даже вот я, наверное, если вы соблюдаете заповеди, ну, понятное дело, не все. Я думаю, что нет людей, которые все заповеди соблюдают. Не, я перед вами, я все заповеди соблюдаю. Я их знаю. Ну, я имею, если брать там 10 заповедей. Конечно, я хожу на исповедь. Но вообще, вовсе нет. А, ну, да, это нет человека святого. Но я их, по крайней мере, изучаю. Я веду занятия по изучению Библии. Я стремлюсь к святости. Потому что Господь говорит, будьте святы, как я свят. То есть, я не закряс, я эти заповеди нарушаю. Все их нарушают. Я тоже буду нарушать, и ничего мне за этого не будет. Это ересь. Это самообман. Не обманивайтесь, написано. Ни блудники, ни воры, ни лихаимцы, ни идолослужители. Царство Божие не наследует. В чем вопрос? А вопрос у меня заключается вот в чем. Я работаю официантом. Работаю официантом. В ресторане, который ворует у государства. Мы не платим налог. И там конкретно закрытие определенного товара, вообще всего. Вот вы пришли ко мне, попили кофе. Пришли ко мне, поели яичницу. Вы заплатили наличное. Я пишу, не плательщики. А это называется уход от налога. То есть, в целом я ворую. Это не то, о чем я хотел поговорить. Это предисловие. Вот. Чем мы занимаемся? Вся моя команда. То есть, я и другие официанты. Вот. С этого момента каждое слово может быть использовано против вас. Да. Нет. Мне же нужно все рассказать. Ну, я не священник, вы не на исповеди. Да. Мне вот, понятное дело, все против меня или за меня. Мне главное все рассказать, вот, чтобы человек представлял общую картину. Я же не буду утаивать, зачем. И оно же потом хуже будет. Вот. И получается, чем мы занимаемся в ресторане? Люди приходят. Допустим, вы ко мне пришли. У нас по меню стоит кофе 180 рублей капучино. 180 рублей. Или 120 рублей американо. Или 110 эспрессо. Не имеет значения. Главное, и чай стоит 280 рублей. Чай всегда. Любой стоит 280. Ну, очень дорогое место, очень дорогое. Вот. Что мы делаем? Мы раз в месяц покупаем. Сами нашли поставщика чая. Покупаем чай раз в месяц. Покупаем кофе у другого поставщика раз в месяц. И если вы приходите ко мне и договорите мне, дайте мне капучино и даете мне 180 рублей, то я вас не обманываю. Даю вам капучино и вы за него платите 180. Но 180 рублей я кладу к себе в карман. Но кофе, как будто я его покупаю на свои деньги. Я не оправдываюсь, это плохо. Я покупаю на свои деньги кофе. Я тем самым обманываю свой ресторан и зарабатываю лишние 5000 рублей в день. Вот. 5, 6, 7, 4 тысячи. Это очень огромные деньги. Я очень хорошо достаточно жил. Сейчас немножечко у нас косяк произошел в работе. Не получается так много воровать. Скажем так, я ворую. Не так много получается воровать. Но тем самым я реализовал многие вещи в жизни. И я и каялся, конечно, насчет этого. Вот скажите, это сильно плохо. Но люди сами воры. Они не платят налоги уже очень много лет. Это бандиты. Сразу говорю, это бандиты. Но я кофе покупаю и вас не обманываю. Вы платите за... Добрый день. Добрый день. Я православный христианин. Рассказываю в чат-релетке по воскресеньям людям об Иисусе Христе. Я православная вере. Приглашаю людей на занятия по изучению Библии, которые проходят в скайп. Три раза в неделю. Если вам интересно, могу оставить координаты. Давайте расскажем о христианин. Вы верите в существование Бога? Ну да. Бога вообще или в том, что Иисус Христос, Сын Божий, пришел во плоти, умер за наши грехи и воскрес? Если вы в это верите? Да. Вполне. Вполне. Вы верите, что после смерти будет ад и рай? Да. И что ваша душа либо будет вечно мучиться, либо вечно будет наслаждаться в рай. Тоже вы в это верите? Да. А кто вам рассказал об этой вере? Откуда вы узнали? Ну, урок. В школе? Да. Удивительно. А разве в школе есть такой предмет? Ну да. Это не предмет, не урочная деятельность. А как это, факультатив называется или что это? Ну да. Да. А какое название у этого факультатива? Православная вера. Православная вера? А в каком городе это у вас? Такое есть чудо? Ну не в городе, в поселке. В поселке даже? А где, в какой, в какой части России это? Ну, в центральной, может быть, недалеко от Москвы. Недалеко от Москвы, и у вас есть факультатив в деревне православная вера. А кто, батюшка ведет или учитель, или кто? Ну, иногда батюшка приезжает. Даже батюшка приезжает. Да, вы счастливые люди, слава богу. А мы через интернет пытаемся вот людей просветить тоже в этом вопросе. А все ли у вас остаются? Это у вас обязательно или по желанию? Ну, кто верит, тот остается. А кто нет, тот может идти. То есть оценки вы за этот факультатив не получаете? Нет. Это после уроков, да? Да. Понятно. И как давно уже вы ходите на этот факультатив? Год, два или месяц? Как это? Ну, вот, я в девятом классе, с пятого класса. Четыре года уже, да? И раз в неделю, или как там, два раза в неделю у вас? Да, раз в неделю. Раз в неделю, да? А церковь у вас есть? Да. Понятно. Вы и в церковь ходите, молитесь или пока еще? Нет. Ну, так, на экскурсию в церковь ходили. На экскурсию в церковь ходили. То есть, за четыре года такая вера, чтобы ходить в церковь, молиться, к вам еще пока не пришла, да? Понятно. 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 Но, я вам что хочу сказать, что вне церкви нет спасения. Если вы в церковь ходить не будете, если вы не станете членом церкви, то душа ваша не спасется. Господь во второе пришествие, Иисус Христос, придет только за своей церковью. А церковь это не просто здание какое-то, это собрание верующих людей, членов церкви. То есть, а крещение вы принимали в детстве, нет? Не помните, да? Скорее, да. Да, принимал. Не знаете. То есть, а родители тоже в вашу церковь не ходят, да? Ну, бабушка ходит. Только бабушка, да? А мама, папа нет, да? Понятно. Ну, рад за вас, что у вас есть такой факультатив. Вы ходите, не пропускаете, вам нравится, да? Понятно. Ну, вы начните с бабушкой, а с бабушкой в церковь не ходите, пока вы не были ни разу там, после того, как вас крестили в церкви? Не, ну, был я вот перед школой, там, в августе, когда служба, перед школой. Ну, а вы не ходите, почему вам там скучно, то, что непонятно, наверное, многое, да? Да, времени такового нет. Времени такового нет. Школа. Понятно. А что на вас? Спасибо, до свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания.